Челябинский кот по кличке Лешка стал настоящим супергероем. Он спас свою пожилую хозяйку из горящей квартиры. Пенсионерка крепко уснула и не почувствовала запах дыма, а вот домашний питомец проявил бдительность. Подробности в следующем сюжете. Специально ему грудку покупаю, а если нет грудки, однажды купила сосиски, хорошие такие, но не детские, он понюхал и ушел. У пушистого спасателя настала сладкая жизнь с ряженкой и отварным мясом. Дина матушкина в деликатесах любимцу не отказывает, а Алексей, так зовут кота, и не привередничает. Есть все, правда, сосиски ему не всегда по душе. Леша настоящий герой, он спас свою хозяйку из горящей квартиры. Клубы дыма и огонь шел вот здесь. Огромный огонь. Холодильник уже сгорел весь, перец маленько расстался. Так там все продукты, все. А здесь была плита, такой толстый шнур, он горел. Хозяйка спала, когда на кухне загорелась проводка дыма, хватил всю квартиру на стенах, до сих пор черным слоем лежит копоть, а пластмассовые жалюзи расплавились. Если бы не смелый и настойчивый кот Алексей, пожар мог бы обернуться трагедией. Кричу, Леша, Леша, он меня бьет по щекам, Леша, да, и за голову схватил, вот за волосы, когда потянул, вот я проснулась, потому что он, видимо, долго меня бил, чтобы я проснулась. Я проснулась, дыму, полная квартира, я не могу дышать, я закашлялась. И вот быстренько дверь открыла. После пенсионерка побежала к соседям, они уже вызвали пожарных. Огнеборцы обесточили дом и потушили пламя. После признались, еще пять минут и спасать было бы некого. Дина Николаевна пушистому любимцу благодарна вдвойне. Проводка загорелась за день до 79-летия пенсионерки. А так бы бабка уже вознеслась туда. Теперь Дина Николаевна готова исполнить любой каприз Алексея. Со следующей пенсии пообещала прикупить индейку и консервы с тунцом. Это любимое лакомство Леши. Елена Вишнякова, Андрей Михайлюк, Антон Щербинин, ОТВ, информационная служба, медиагруппы Знак.